Однако это не единственная возможная последовательность. Таких последовательностей существует c из n большое по n маленькое. Это биномиальный коэффициент. И биномиальный коэффициент равен следующему. n большое факториал делить на n маленькое факториал умножить на n большое минус n маленькое факториал. Если вы не знакомы с этой формулой, пожалуйста, обратитесь к разделу комбинаторики. Поскольку все последовательности, в которых n маленькое раз выпадает орел и n большое минус n маленькое раз выпадает решка равновероятны. И всего таких последовательностей у нас вот такое количество. То вероятность такой последовательности, когда у нас n маленькое раз выпал орел и во все остальные разы, а точнее их n большое минус n маленькое раз выпала решка. Будет следующий. Вероятность одной такой последовательности умножить на количество таких последовательностей. То есть биномиальный коэффициент умножить на p в степени n маленькая умножить на 1 минус p в степени n большое минус n маленькая. Для того, чтобы найти параметр p маленькая, нам нужно эту вероятность максимизировать. То есть найти такое значение p маленькая, при которых вот это выражение будет максимально. Однако для того, чтобы найти точку, где происходит максимизация, нам нужно будет взять производную. И это неудобно делать с вот таким выражением, где есть произведение. Соответственно, вместо этого мы будем решать похожую задачу. Однако вместо полной вероятности у нас будет логарифм полной вероятности. Теперь вместо значения полной вероятности мы подставим то, что у нас получилось ранее. Вот эту вот формулу. И возьмем от этой формулы логарифм. У нас получится следующее. Логарифм от биномиального коэффициента плюс n маленькая умножить на логарифм параметра p плюс n большой минус n маленькая умножить на логарифм 1 минус p. Вот это выражение мы хотим максимизировать по p. Однако в первом члене, где у нас есть биномиальный коэффициент, нигде нету p. Этот биномиальный коэффициент никак не влияет на нашу задачу максимизации. Соответственно, его можно выкинуть. И у нас остается только два слога иных. Это n маленькая умножить на логарифм p плюс n большое минус n маленькая умножить на логарифм 1 минус p. Здесь можно сделать следующий трюк. Можно разделить и левое, и правое слогаемое на n большое. В этом случае у нас получится следующее выражение. n маленькая делить на n большое логарифм p плюс 1 минус n маленькая делить на n большое логарифм 1 минус p. А от коэффициента n можно избавиться, потому что, опять же, он никак не влияет на нашу задачу оптимизации. И теперь простой заменой n маленькая делить на n большое на некоторое значение p с волной мы и получаем нашу функцию бинарной кроссантропии, где p с волной это таргетное значение, а p маленькая это то значение, которое мы хотим подобрать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...